МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Германии есть все шансы вновь стать непостоянным членом совбеза ООН. По словам главы МИД ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера, кандидатура нашей страны вызывает поддержку со стороны дипломатов, с которыми он общался. О своих планах войти в состав совбеза ООН в 2019-2020 годах Берлин объявил этим летом. Официально кампания по поддержке кандидатуры Германии стартовала накануне, поэтому глава МИДы страны начал переговоры с дипломатами других государств на полях Генассамблеи ООН. Для избрания ФРГ необходимы голоса не менее 2-3 членов Генассамблеи. То есть нужно, чтобы решение поддержали как минимум 129 государств. Берлин уже 5 раз был представлен в руководящем органе ООН. В среднем эта честь ему выпадала раз в 8 лет. В последний раз в 2011-2012 годах. При этом Берлин, а с ним и Токио долгие годы прилагает усилия, чтобы получить в Генассамблее постоянное место. Германия и Япония, которые по объему отчислений в ООН являются вторым и третьим донорами после США, утверждают, что они заслуживают постоянного места в совбезе. Однако видимых результатов это пока не принесло. Немецкие власти заявляют, совбез ООН нуждается в реформировании. Как заявил Штайнмайер, в мире изменилась геополитическая обстановка. Число локальных конфликтов постоянно растет. В этой ситуации совбез не может справиться со всеми возникшими проблемами и должен включить в свой состав новых участников, считает министр. Напомним, в состав совбеза ООН, который сформировался в 1945 году, входит пять постоянных членов – США, Великобритания, Франция и Россия, союзники по Второй мировой войне, а также Китай. Лишь они обладают правом ветом. Еще 10 мест отведены для непостоянных членов. Ранее о необходимости увеличить число членов совбеза ООН также заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, ведь его теперешний состав за последнее время не смог урегулировать ни одного военного конфликта. В Германии наследников бизнеса могут освободить от налогов. Федеральные власти пришли к компромиссу по этому болезненному вопросу. Теперь тем, кто наследует бизнес, будут предоставляться налоговые льготы, но при некоторых условиях. Воспользоваться льготами смогут те, кто возглавляет предприятие долгое время, не меньше пяти лет, и обязуется при этом не сокращать рабочие места. Также отменят сборы с семейных предприятий. Льготные условия не будут распространяться на наследование предметов роскоши, произведений искусства, яхт, дорогих автомобилей. Эти и многие другие новшества в налогообложении пока на стадии компромисса между представителями федеральных и земельных правительств. Бундестаг рассмотрит поправки 29 сентября. Персональные данные 5,5 миллионов сотрудников из тысячи крупнейших компаний мира попали в сеть. Теперь личная информация о работниках находится в публичном доступе. Об этом заявили эксперты британской компании Digital Shadows, специализирующейся на вопросах кибербезопасности. Они изучили информацию об утечках на популярных сайтах, вроде Dropbox и MySpace, и пришли к выводу, что пострадали 97% из тысячи крупнейших в мире публичных компаний. Кого именно коснулась проблема, специалисты не уточнили. По их словам, 90% обнаруженных имен пользователей и паролей хакеры выложили недавно, и они свежие. Пока эксперты не оценили ущерб компании от утечек персональной информации работников. Ранее специалисты подсчитали, что средний убыток организации от украденных данных составляет 4 миллиона долларов. По примерным подсчетам, только британский бизнес в 2015 году потерял свыше 44 миллиардов долларов из-за утечек. По словам экспертов, причиной легкого доступа к личной информации пользователей часто становится то, что многие используют одни и те же пароли на разных сайтах, в том числе и в своей электронной почте. В одной из сентябрьских суббот были остановлены строительные работы на новом железнодорожном вокзале Тель-Авива. Поводом стала жалоба представителей религиозных партий, входящих в правящую коалицию премьер-министра Беньямина Нетаньяху на нарушение законов иудаизма в отношении Шабата. Ремонт путей перенесли на воскресенье, а солдатам израильской армии пришлось возвращаться из увольнения своей части автобусами. Водители все равно были вынуждены работать в субботу, единственный день отдыха для религиозных евреев. Важный фронт войны за Шабат, как называют ее израильские издания, Иерусалим. Ортодоксы составляют треть населения города, на 5% больше, чем 10 лет назад. Растет и их политический вес. Под давлением религиозных активистов местные власти оштрафовали владельцев нескольких бакалейных лавок за работу по субботам. Журналист крайне ортодоксальных взглядов Моше Гластер говорит, что открывая магазин в субботу, предприниматель совершает социальное преступление. Если человек открывает свой магазин в Шабат, он наказывает себя, жену, детей, сотрудников и тех, кто не может работать, потому что хочет отдохнуть раз в неделю. Он наказывает других соседей-торговцев. Их он ставит перед выбором – работать в субботу и потерять себя для семьи, или не открываться и лишиться клиентов. Жительница Иерусалима Линда Уайт считает, что во всем надо знать меру. Нужна определенная свобода, чтобы люди могли употреблять те или иные продукты в субботу. Следует уважать и тех, кто считает, что все должно быть закрыто. Приходится соблюдать деликатный баланс. Но, пожалуй, соковый бар на этой аллее не создает никаких проблем. Такая терпимость не для немецкой колонии, фешенебельного района Иерусалима. Десять лет назад здесь были два-три кафе, где можно было посидеть в субботу. Сейчас не осталось ни одного. В Европе завершилось старейшее и самое престижное в мире соревнование среди воздухоплавателей – 60-й кубок Гордона Беннета. Победу одержала команда из Швейцарии. Участие принимали 48 человек из 12 стран на 24 воздушных шарах. Страну могли представлять не одна команда, а несколько. Так, Швейцария, США, Германия, Франция и Бельгия послали по три команды – Польша и Великобритания по две. По одному экипажу было от Нидерландов, Литвы, Испании, Австрии и Австралии. Каждая взлетала отдельно в свете прожекторов и под возгласы болельщиков. Стартовали пилоты в Германии с поля в городе Гладбек. Цель конкурса – улететь как можно дальше от места старта. В этом году ветер нес шары на юг, во Францию, Испанию и Средиземноморье. Но приземлиться должны на Крите или материковой части Германии. Расстояние по прямой от места старта – около 2000 километров. В пути участников конкурса ожидали различные испытания. Над Альпами формировался большой циклон, который мог сильно подкорректировать маршрут. Но все обошлось. Впервые состязание организовали в 1906 году. Их спонсировал миллионер Гордон Беннетт, владелец газеты New York Herald, в честь которого состязание и назвали. Новорожденным поросятам поберусы чуть больше двух недель. Но они уже активно играют и исследуют мир вокруг. В зоопарке Сан-Диего в Калифорнии такие животные родились впервые. Сейчас они проводят время только с мамой. Отцу их представят через 3-4 месяца. Сотрудники зоопарка пока еще не определили пол малышей. Мы стали очевидцами многих забавных моментов в их жизни. Например, как они путаются под ногами своей мамы или ложатся сверху, когда она спит. А когда боберуса пытается поесть, они ей мешают. В общем, им весело вместе. В переводе с малайского боберуса означает «свинья-олень». У животного маленькая голова и четыре огромных клыка. Верхние у самцов загиваются кверху так, что могут врасти в кожу лба. Боберусы встречаются только на острове Сулавеси в Индонезии. Их численность в последние десятилетия резко снизилась из-за уничтожения лесов и действий браконьеров. Сейчас в мире осталось около 4 тысяч особей. Поэтому вид занесен в Международную красную книгу. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова